В 2007 году кризис перепроизводства, затем был кризис сырьевой, связанный с нефтью с начала 70-х. И с тех пор, как заработала ямайская валютная система, ни одного промышленного кризиса в мире не было вообще. По одной простой причине у ямайской системы есть свои минусы и свои плюсы. Отвязка от золота обеспечила возможность обеспечивать предложение денежным спросом. У этого свои болели, непонятно, девальвации валют, финансовые кризисы, но экономические кризисы как факт вообще исчезли из нашей жизни, но мы еще с ними не попрощаемся. Дальше идем. Соответственно, мировая экономика сегодня. Вот реальность первая. Инфляция. Да, во всем мире инфляция, но при этом огромный темп развития. Прогноз Международного валютного фонда, вот буквально только что был уточнен на недавней апрельской сессии. 2024 год, рост мировой экономики 3,2%, 2025 и сохранение этого же роста. Ну, надеюсь, те, кто следит за этим, понятно, что не все, наверное, следят, но на фоне традиционных 2,5%, которые считаются хорошими, это, в общем, прогноз достаточно, в общем, выдающийся. И вот эксперты ООН недавно у них по стране прогнозы подняли с 2,4 до 2,7. При этом, интересная история, прогноз по американской экономике тоже в районе 3%, а для развитой экономики такой демоприрост, это все-таки очень высоко. Общий мировой прогноз считается, понятно, включая развивающиеся страны с эффектом низкой классы. Дальше. Так, ой, немножечко, извините. Так, теперь о рисках, которые, в общем, звучат. Первое, это объединение населения по оценке Всемирного банка, причем на докладе 3-х летней давности, при ежегодном докладе Всемирный банк по традиции обозначает два риска. Не обязательно, что они случаются, но он обозначает только как главные тенденции. Это объединение населения земли, 60 миллионов по оценкам Всемирного банка могут перейти с зачатом бедности вниз и размытие среднего класса. Поэтому, когда вот в России говорят, что сейчас власти предпринимают удар по среднему классу, да, это печально, но, с другой стороны, да, есть общемировая тенденция во многих странах размытия среднего класса и мишени. Рост мирового госдолга сейчас, ну, мне сейчас уже больше, 307 триллионов. Но, когда у нас постоянно называют эту цифру, у нас две любимые темы, да, это вот мировой госдолг, и особенно госдолг Америки, который якобы такой большой, что скоро всех задавит, и в следующем году вот Михаил Леонидович обещал, Хазин, и вот буквально вот, ну, не в следующем, но вот еще вот, не нужно. То давайте посмотрим. 100 триллионов развивающихся стран, 12% мирового госдолга – это госдолг США. 12% при том, что на США приходится 24% мирового производства. Да, конечно, можно посчитать, вот как у нас недавно посчитали экономику России, по паритету покупательной способности, и сказать, вы понимаете, у американцев слишком высокая покупательная способность, а вот у нас она такая маленькая, что так считать хорошо. Ну, мы с вами здесь предприниматели, бизнесмены, да, давайте будем всерьез. Есть реальная производство, в абсолютных цифрах на 24% мирового производства приходится 12% госдолга. Это очень много. Нет, это не очень много. И весь этот миф про госдолг США весьма мифалландизирован. Другое дело, что у госдолга США действительно есть огромные риски, напомню историю, предысторию. В свое время МВФ установил как здоровую норму 80% совокупный долг от годового ВВП. И кроме Японии практически все развитые страны держались примерно в этих параметрах, но действительно в последние годы долг стал вошекальным. И в частности, история Соединенных Штатов, напоминаю, в 45-м году было более 100% ВВП, но, естественно, военная нагрузка только закончилась. Затем были очень серьезные колебания. И вот в 90-е, когда удалось нормализировать более-менее ситуацию, был принят закон о здоровом балансе бюджета в США. Но целью этого закона было приведение бюджета в соответствие, которое позволило бы обеспечить госдолг в районе 50% от американского ввода. А, к сожалению, не получилось это у американских политиков тоже. И то, что мы видим от этого закона, то, что мы с вами встречаем в новостях. В Конгрессе нужно утверждать потолок госдолга. Время от времени проходит эта процедура. Но, правда, от нее есть просто польза. Оппозиционная партия в США выбивает в качестве платежа согласия отправящей некие послабления, например, по отратам неких программ или, наоборот, финансирование неких программ. Но, к сожалению, действительно проблема здесь есть. Просто она немножко не такая, как ее иногда подают в прессе. Еще один риск – это изменение на рынке продовольствия. Об этом риске говорили давно. Они похожи, но не в полном объеме. Это, конечно, не цунами, но на наших глазах это происходит. И вот история, например, с фьючерсами на какао недавняя. Есть ощущение, что это проявление этого риска. Довольно существенные изменения идут и в ценообразовании, и в производстве некоторых других видов продуктов. А на фондовом рынке это уже, в общем-то, ощущается. И есть вероятность, что мы с вами окажемся в той ситуации, когда пойдет такой передел привычных сериотипов. Знаете, вот я как-то беседовал со своим сотрудником, журналистом экономическим, и говорю, а почему ты считаешь, что ты написал колонку, и это стоит, например, 500 булок? Почему ты не думаешь, что может оказаться мир, в котором ты написал вот эту статью, и это всего лишь 50 булок, условно говоря? Это для нас потребует, возможно, каких-то напряжений, и это будет вызов, но неизвестно, все-таки случится. Первое движение есть на рынке продовольствия. Дальше, изменения в экономике в Китае. Вот тут совсем интересно, потому что вокруг Китая у нас тоже сплошные мифы. Первое, они растут. Мы вот, к счастью, в своей команде, когда спрашивали об инвестиции СЭП, мы всегда давали рекомендацию и сами воздерживались от Китая. И снижение темпов китайской экономики показало, что это было правильно, вот 3% за. В ноябре прошлого года на форуме ОСИАН, по-моему, в Манили, министр финансов Китая, сказал, ну, вы знаете, вот остатки воздействия локдаунов, и мы вернемся на темпы 6-6,5% в год. Я тогда, честно говоря, как-то не поверил, показал, что это декларация. Пока прошло только 5 месяцев, рано судить, но ощущение, что этого уже не случится. И в этом, с одной стороны, нет ничего плохого, просто Китай достиг таких объемов, когда нельзя развиваться лидирующими темпами некого молодого такого участника забега. Это слишком большая экономика, просто огромная экономика, поэтому, с одной стороны, мир будет иметь, скорее всего, разочарование и потрясение от того, что все, никакие 6, более 8% в год в Китае не будет, а с другой стороны, довольно быстро придется к осознанию, что 3-3,5% для экономики такого масштаба это тоже очень мощно. Сейчас мы видим, что, с одной стороны, намечающийся кризис связан с ней движностью в экономике Китая подавлен, подавлен при помощи мощнейшей господдержки. Там такие цифры, на фоне которой, вот иногда читаешь, и в сводке, и наше, о каком-нибудь решении правительства, что-то выделить. Ну, вот ощущение, что вот наше решение, это вот чаевые китайские программы некоторым финансировать. Ну, это понятно, потому что другие объемы, в том числе и финансовые. Кризис задавлен. Но в то же время китайская власть сама сейчас вызывает определенный регуляторный кризис своим давлением на бизнес, и прежде всего информационный, понимая, что в современной глобальной экономике глобальный интернет конкурирует с любой властью, претендующий на стопроцентное такое покрытие, куда должно двигаться общество, и это видимо. Более того, господин Си явно относится в число вот этих молодых, ну, относительно молодых, а то и в 70 лет это называется, бывает, вторые 40 лет детства у мальчиков, самые интересные, особенно если мальчики в политике, вот таких альтусанцов, которые немножко реализуют себя, и все, что достигнуто скромными когортами изменяющихся пекинских старцев, вот, господин Си кажется, что это может быть и его силой. Ну, посмотрим, чем это закончится, это уже вопрос политики, но это явно влияет в том числе, конечно, и на развитие китайской экономии. Тут довольно сложная ситуация, и она влияет непосредственно на Российскую, на всю мировую и на российскую, потому что это сейчас мощный фактор спроса на некоторые сливые товары. И еще один риск, это дефрагментация мировой экономики. Звучит занудно, более того, обычно такие фразы, начинающие там аспиранты, вернее, используются, чтобы выглядеть красиво, дефрагментация, и как бы в зале никто не спросил, что такое дефрагментация, потому что всем хочется тоже выглядеть умными. Поэтому давайте говорить честно, да, мы все тут в основном в бизнесе. Что такое дефрагментация? Просто слово, что имеется в виду? Имеется в виду разделение по более локальным рынкам. Имеется в виду возвращение к тому, что недавно казалось в общем экономической истории протекционизма. Мы об этом протекционизме, условно говоря, считали в учебниках обществоведения, я не знаю, как у более молодого поколения этот предмет назывался, ну вот как некие действия там времен, я не знаю, канцлер Бисмарка, да, это некая история, от которой человечество отказалось. И вот мы видим, что в определенной степени это вылезает. Самым ярким представителем вот этого неожиданного ретро экономического был Дональд Трамп, возможно будет, но нельзя считать Дональда Трампа в этом плане неким таким фриком, который вот, ну, нарушил вот устоявшееся положение дел. Дело в том, что по недавно опубликованным данным Международного валютного фонда число различных торговых ограничений в мире выросло, вот я сам не поверил, когда увидел, в 4 раза, в 4, то есть это не 30%, не 50%, в 4 раза, включая санкционные ограничения против России, ответы России, это все только часть огромного количества тех вот ограничений, которые вылезли за последнее время. И еще тут хотелось бы сказать одну вещь, обратить внимание, хотя возможно зря и вы ее понимаете. Дело в том, что у нас вот соглашение с Китаем, трамповское, так и не доделанное, дошедшее на первой фазе, остановленное, оно как бы было в центре внимания, но на самом деле было три соглашения. Одно осталось декларативным соглашением о здоровом торговом балансе, вернее, здесь о справедливом торговом балансе с Евросоюзом, до него Трамп не дошел, но одно соглашение предшествовало китайскому, о нем мало писали в России, это соглашение североамериканское, на три страны, Мексика, Канада, США. О нем очень мало информации, а оно полностью сработало, это полная победа Трампу, он сегодня будет явно предъявлять избирателям своим. И более того, сработало настолько, что недавно произошло то, что можно считать экономическим чудом. Мексика вытеснила Китай по объему оборотов Соединенными Штатами Америки. Вытеснить Китай, вы же понимаете, что это, ну это вещь, что это очень. Мексика всегда была мощным партнером для американского рынка, но по объему вытеснить Китай, это означает, что по большому счету, по крайней мере, на одном очень мощном рынке, Трамп доказал, что да, его подходы а, работают, и б, по оценкам, они оказались выгодны как американский, так и мексиканский. Поэтому риски, что это дефрагментация усилился, они существуют. Почему риски? Это же не совсем риск, это может быть выгодно, но отменяется в общем правила игры, и в том числе для России как экономики экспорта. Еще один момент, на который хотелось обратить внимание, если найдут новую, так, внимание, а? Что он не хочет? А? Направлять можно на верхний потолок. На верхний? На потолок. А, на потолок. Не хочет он на потолок меня направлять. Давайте. А, выключил? А, это я умею же. Спасибо. Так, это вот БРИКС. А, сейчас, извините, сбилось немножко. А куда мне не стульет? Я уже куда-то вперед пошел. возвращаемся. Нет, 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 назад. Извините, разгонам, небольшой сбой такой. Еще одна тема, это БРИКС, тем более, Казани, она скоро будет из-за проведения саммит очень актуальной, а у нас такие темы, они всегда радостные, но пионеры выходят в флажкарь, маше, говорят, случилось нечто, но в целом для России это характерно, а Казань здесь показатель. Я помню, как приезжал в Казань, мне, значит, казанцы рассказывали, у нас, универсиада, после этого город становится центром мира, и у меня был один вопрос, а ты знаешь, в каком городе прошла предыдущая универсиада? И казанец типичный, отвечал, нет, ну это не важно, но мы станем центром. Вот с БРИКСом это очень похоже, это будет тоже сам. Слишком много вокруг него тоже, не то что спекуляции, там нету какого-то заговора, но слишком неоправданно представление, что это так. Итак, и стран Бразилия, Россия, и Декита, и Гуар, и Фиор, и Иран, и Египет, и Дуаэ, соответственно, Аргентина с приходом милее сказала, нет, 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 спасибо, Боливия как бы рассматривает, еще не в скафриканских стран, рассматривает. С одной стороны, это гигантский рынок, почти 3,5 миллиарда человек, 26% поверхности суши, 40, почти 2% населения земли. Это действительно очень серьезный и большой рынок. Но есть маленькая как бы проблемка, вот она, проблемка, первое, это декларативный союз. У этого союза пока нет механизмов реального взаимодействия. Это очень серьезный момент, потому что строительство в Евросоюзе всех инструментов взаимодействия занялось во время огромную работу. вот белая книга Орда Кокфилда показывает, как просто элементарно годы были потрачены на то, чтобы стандартизировать, например, розетки, и то, кроме Британии, как вы знаете, да, кто ездил туда, было и времена в командировке, наверное, знает этот тройничок, который надо с собой взять. или уговорить бельгийских шоколатье принять то же соотношение предельное шоколада и всяких добавок, которые в остальных странах. Это безумная работа по всем портам. Поэтому Бритс это пока не воротилист. Второй момент, это, конечно, логистика, с учетом, что Бритс не имеет компактности, как у Осьяна и как у Евросоюза. Очень серьезная проблема отсутствия общего финансового рынка. То есть, опять же, пока декларации сами-то разговоры пожатия, поцелуи брежневского типа и так далее, это ничего не значит. То есть, нет единого банковского механизма. Сейчас, наконец, разговор об этом пошел. И тем более, нет единой системы валютных расчетов. Не валюты, которые приняты, как, например, резервная основная валюта приняться. Это мог бы быть ЮАН, по понятным причинам. Хотя я встречал настолько, как сказать, утром просыпающихся и прекрасно себя чувствующих людей, которые думают, что им бы мог быть рук. Ну, тут, что называется, у оптимизма нет пределов, кроме медицинских. Но, тем не менее, и с ЮАНем не так просто, никто еще не готов полностью это признать. А, и нет системы расчетов, например, того, которая была до введения евро в общем союзе, да, через условную единицу и кью, через корзину валют. Ничего этого пока нет, это проблема. Соответственно, разбалансированность фондовых рынок, рынка тут вообще автург, потому что у Китая мощный, развитый фондовый рынок со своими, правда, ограничениями, известными, не буду на них останавливаться. У России на самом деле достаточно мощный, развитый, технический очень рынок, абсолютно не уступающий лучшим мировым образцам. А у других стран все очень по-разному. В Арабских Эмиратах этим просто не заморачиваются, там люди деньги делают куда более серьезные, чем на Комбе Амрадике. У Саудовской Аравии сейчас с индийцами пошли первые взаимопроникновения и первые фонды как раз взаимные по инвестициям через фондовые инструменты. В Египте весь фондовый рынок это программа приватизации принадлежащих военным предприятий и весь фондовый рынок зависит от одного эмитента это египетский как его все время забывают назвать Водопон ну в общем местный МТС местный Голай в Эфиопии вот только сейчас буквально в прошлом в этом и следующем году создана правительственная комиссия которая начинает с вывода ну по сути гособлигаций на этот рынок в Бразилии достаточно развитый рынок ну отстающий скажем от российского или китайского то есть нет единого рынка на котором будет взаимопроникновение капиталов дальше вот отсутствие стандартизации я уже сказал ну и естественно ограничение свободного перемещения труда капиталов у людей то есть базисный тезис например Евросоюза и последняя проблема которая вообще непонятно как решает конкурентность экономик то есть когда они все собираются и обнимаются это конечно здорово но хочется спросить например нефть нефть в этом союзе понятно производят Россия Саудовская Аравия то есть это сплошно вот знаете я как-то изучал торговые балансы стран БРИКС это сплошная нестыковка конечно же Европейский Союз проходил через такую же проблему и до сих пор аукраинцы когда чтобы убрать эту нестыковку каким-нибудь условно говоря португальцам португальским ловцам сардины выставили квоты или давили томаты бульдозерами именно чтобы убрать эти нестыковки и 20 лет Евросоюз не может окончательно вылечить эту болезнь а здесь эта болезнь конкурентности экономика перепроизводства определенных товаров намного выше поэтому здесь еще проблем до чертиков на самом деле а рынок потребления естественно меньше потому что беднее североамериканского или европейского с точки зрения финансов хотя постепенно начинает все-таки декориться так дальше идем а не туда идем опять идем дальше фондовые рынки ну вот здесь я уже основное прошу что идея потерянного десятилетия не сработало на рынке все отлично на мировом период высоких ставок оказался позитивным полволки в 2-0 случился сейчас стоит вопрос вечно высокой ставки и этот вопрос стоит для российской экономики потому что ну что грех оттаить мы увидели что все-таки с октября прошлого года сочетание обязательной продажи 80% валютной выручки экспортерами и высокой двузначной ставки цб стабилизировал рубль как бы его одни не хоронили а другие без всяких оснований считали что нет все будет хорошо вот эти две меры мне очень понравилось высказывание моего бывшего можно сказать шефа по общественной линии председателя финансового комитета Госдумы Анатолия Аксакова который сказал нам надо поискать какие причины позволили стабилизировать рубль ну да так не видно ну мало ли просто это как это было совпадение не думаю и вот сейчас мы видим очень стабильную ситуацию благоприятствующую для бизнеса с точки зрения стабильности рубля потому что бизнес всегда просил не крепкий рубль не слабый рубль а стабильный более-менее предсказуемый рубль это понятно почему и возник вопрос развитие при вечно высокой ставке такая есть доктрина теоретическая с одной стороны да обеспечена будет стабильность с другой стороны это все равно тупик потому что чем выше ставка тем ниже конкурентоспособность инвестиций капиталов вложений поэтому здесь конечно возникает конкуренция развития экономика со ставкой полтора понятно будет все равно априори иметь больше финансовый инвестиционный мировой допинг чем экономика со ставкой двенадцать поэтому перед российской экономикой этот вопрос стоит что дороже на что берется на стабильный рубль на снижение конкуренции развития за счет вот этой стоимости денег или все-таки на такое более рыночное риск дальше ну фондовый рынок развивается и вот случилось то о чем тоже говорили что вот новый кризис после особенно после ковида и в связи с инфляцией будет тоже подгромство как бы Лемон Бразерс номер 2 как раз таки урок Лемон Бразерс мировыми регуляторами усвоен вот сейчас если вернуться назад я уверен что ФРС бы просто спасло его залило бы деньгами потому что уже поняли что лучше было спасать и подрать секущую